МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Для меня это огромное счастье, что сейчас звучала музыка из картины «Фегеран-43», песню которой перел Шарм Азнабур, «Цвая за на вечную любовь». Это была в моей жизни первая картина, когда работала интернациональная команда, когда картину снимали три страны, Россия, Швейцария, Франция, когда у нас наравне с Дулоном, Куртом Юргенсом, русскими актерами, был француз-композитор, совершенно потрясающий Жорж Гарваранс. И на его плечи легли тяготы невероятные, потому что ему предстояло к этому огромному двухсерийному фильму написать музыку и написать еще песню. Аллов и Наумов ставили задачу перед ним, чтобы эта песня была темой Марии, моей героини. И вот однажды, когда Жорж Гарваранс прилетел в Москву, посмотрел материал, он пришел в кабинет, там был Владимир Наумов, стоял рояль, и он стал наигрывать мелодию, которая категорически не нравилась Наумову. Он стал его учить, как писать музыку. Я, не имея ни слуха, ни голоса, все время влезал со своими замечаниями и пытался объяснить, как это надо делать. Наконец, сдерживая ярость, Гарваранс сказал, «Володя, ты можешь выйти в коридор, а в соседней комнате Наташа, пусть она придет». Наумов ушел, через полчаса родилась вечная любовь. Это музыка, которая звучит больше 30 лет. А в Париже, на всемирной премьере Тегерана, она звучала из всех окон. В магазинах продавались пластинки. На одной пластинке был крупный план Шарля Азнавура, вторая была с моим портретом. И третья пластинка была с портретом Шарля Азнавура и Мирея Матье. Потому что каждый концерт Шарля Азнавура заканчивался приездом Мирея Матье. Объявлялась песня «Вечная любовь» из Тегерана 43. Выходила Мирея. И они пели два, три, четыре, пять раз на бис. И далеко за полночь заканчивались эти концерты. Я тогда понял, насколько прав был Гарваранс, когда он меня так грубо выставил из своего собственного кабинета. Приблизительно года через два мы встретились с ним в Париже. И он мне сказал, слушай, а ты знаешь, твои идиотские замечания что-то дали мне. Можно еще сказать, никогда не лезь туда, в чем не соображаешь. Самокритичный режиссер сегодня. Вот когда мы снимали Тегеран, мы понимали, что мы актеры разных стран. Мы говорим совершенно на разных языках, но мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Но вот эта песня, она добавила еще какое-то невероятное очарование тому времени, той эпохи. А сейчас я понимаю, что эпохи нынешней. Значит, были те годы, прожиты не зря всеми нами. Я так думаю. Я вот слышал, что вот и в самом Тегеране был показ этого фильма. Какой-то был такой очень законспирированный кинофестиваль, в котором вы участие принимали. Вот правда ли это? Если правда, то расскажите, как это получилось? Расскажу. Дело в том, что действительно мы были в Тегеране. И Володя был членом жюри последнего фестиваля «Приправление шаха». И это было совершенно невероятным временем, когда женщины ходили без чадры, когда потрясающие иранские женщины красоты неземной свободно ходили по улице. Моя белокурая могла вышагивать из гостиницы и часа три-четыре ходить по Тегерану. На меня только они искоса поглядывали, как на белоснежную женщину, но никто не смел даже подойти и обратиться. Во-первых, была Шахиня, удивительной красотой женщины, под ее патронатом проходил фестиваль, очень пышный, очень богатый, с огромной любовью к кино. И однажды мы приехали на прием к... Кто это был? Двоюрный брат Шахини? Нет, единоутровный брат Шахини. Это были какие-то хрустальные полы, это было восточное богатство, это было что-то невероятное. Но, правда, началось все достаточно печально, потому что всех членов жюри загнали в бункер, а там вечерами в Тегеране очень холодно, днем жарко, ночами холодно. И мы там стучали зубами, ругали всех, но потом, когда они поняли, что и пришли не враги, нас спустили в эти хоромы. И мы, значит, бурчали, все бурчали, а с Володей мы ходили и говорили, ну что же это такое? Как так можно с нами обращаться? И, в общем, мы что-то говорили, разные не очень вежливые слова. И когда мы уходили, вот этот милейший человек, подавая мне шубу, сказал, на чистом русском языке, он сказал, ну как вам понравилось у меня дома? То есть он нас сопровождал и слышал все наше ворчание и не очень лестные слова, но вот восточное гостеприимство. На мне было очень стыдно. Ну кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Но к моменту, когда мы начали снимать, произошла беда. Пришел к власти Хамени, а когда начинались съемки, там был захват заложников в американском посольстве, если вы помните всю эту историю. Это была история длиной во много недель, месяцев. И снимать там было уже совершенно нереально. Поэтому Тегеран был построен на киностудии Мосфильм по эскизам художников и по эскизам людей, которые провели жизнь и прожили в Тегеране. Поэтому когда мы снимали, к нам приходили на съемку гости или потом смотрели материал наш, они говорили, ой, ой, сейчас вот за поворотом будет моя улица, я там живу. Стояла декорация в самом большом павильоне Мосфильма в первом. Там были улицы. По этим улицам ходили ослы, ездили машины. С этажа на этаж мы переезжали, из дома в дом мы переезжали. Это было много месяцев. И приехала, когда мне было уже больше пяти лет. Я приезжала в отпуск, но я, не я, а мои родители. Я плохо это помню, но я помню только один из прилетов моих с родителями в Москву. Мы летели на военном самолете, потому что я точно помню, что вот лавки, сидения были вдоль борта самолета. И он был очень громкий. Он очень тарахтел этот самолет, дребезжал, а я была маленькой. И я помню, что я засыпаю, сказала, пап, пожалуйста, если мы будем падать, разбуди меня. Папа меня разбудил, когда были зеленые огоньки аэродрома. И вот с тех пор, когда я подлетаю к Москве и вижу зеленые огоньки аэродрома, я знаю, что я прилетела домой. Когда мы жили в Лондоне, мои папа с мамой мне рассказывали, что я из Москвы, я русская. Там живут мои бабушка и дедушка, которые присылали потрясающие детские книжки, копченую колбасу и бородинский хлеб. И я знала, что в России идет снег, который я тогда увидела. И вот смотрите, как прошло много-много лет, очень много лет. И моя дочь сняла свой второй фильм, Наташа, который называется «В России идет снег». Это самая красивая страна в мире. И когда меня спрашивают, вы не хотите сниматься, вы не хотите уехать, вы не хотите где-то пожить? Я говорю, хочу на неделю. А потом я хочу домой. Там, где зеленые огоньки аэродрома. А потом мои родители уехали в Швецию. Папа там работал послом. И я уже училась в московской школе. Ну и тут, конечно, сложно было, потому что тогда был еще железный занавес. Мы мало что могли тут видеть, мало могли что читать. А я была как бы уже человеком мира, потому что я ездила, видела, смотрела. Мама меня таскала на все, все-все фильмы, которые она смотрела, потому что она обожала кино. И даже еще в Лондоне, когда мне было два годика, она меня брала под мышку, брала в русский клуб, советский тогда, где показывали советские картины, которые выходили тогда. А позже уже, конечно, в Стокгольме, я, зная язык, я смотрела американские, английские картины, и все, что могла увидеть в этом мире. И поэтому для меня мир был очень широк, вот с детства, что, наверное, это очень здорово, потому что наши дети сейчас вырастают такими. Для них не существует границ. Они знают, что мир колоссален, как космос. Я им чуть-чуть завидую. Я завидую своему сыну, который с компьютером обращается лучше, чем я. Вот так, мой хороший Кирюшка. Уважаемая Наталья Николаевна, как Вы решили стать студенткой в ГИК? Ведь Вы такая обеспеченная девушка, красивая. Родители у Вас видны. Как вообще они к этому отнеслись? Это случайность или... Нет, спасибо за вопрос. Это, конечно, его величество, случай. Я, конечно, бы актрисой не стала. Я бы переводила книги, я это точно знаю. А так случилось, что во время папиной работы в Стокгольме туда приезжал Донской, и я там снялась в картине «Верность матери», в костюме Марии Александровны Ульяновой на дальних планах. И я болела кино, но болела кино тайно. с двух лет рядом с мамой. А тут кино... Вот я его ощутила. И мне так захотелось его пощупать. Хотя я понимала, что для меня, для моего характера, это вообще нереально, потому что педагог, когда я выходила к доске и что-то начинала отвечать, она меня не слышала. Я говорила так тихо и так стеснялась, так покрывалась красными пятнами от волнения, что это была катастрофа. Это было нереально, чтобы я шла в институт кинематографии. Но опять его величество случай, когда я приехала на студию Горького, где работал Донской, который снимал «Верность матери», вот к нам на встречу по коридору шел великий учитель Герасимов. И Донской пошутил опять, как он всегда любил. Сказал, о, молодая артистка будет, к тебе придет учиться. Мне было 16 лет. Я становила опять такой же красной, как умела. Он сказал, ну что ж, очень хорошо, но я курс набрал, поэтому на будущий год дерзайте, профессия хорошая. И я ушла готовиться к 10 классу школы. Оставалось несколько дней, раздался звонок. И мне сказали, что Герасимов ищет эту большелобую девочку, которую встретил на студии Горького. Если она хочет, она может 1 сентября прийти в институт и познакомиться. Приехала, увидела моих будущих однокурсников. Вадима Спиридонова, Колю Еременко, Талгата Нигматулина, Наташу Бондарчук. Наташу Аренбасарову. И я так спасовала, потому что мне было 16 лет, а они были такие взрослые, такие уверенные в себе, уже их принял сам Герасимов в институт кинематографии. И я тихонечко-тихонечко села на троллейбус и поехала домой. И вот за что я благодарна папе и маме, которые были так далеки от этого мира кино, и которых он наверняка очень-очень настораживал. И они наверняка за меня бесконечно волновались. Но я приехала домой, сказал, что я иду в школу, а папа меня посадил напротив, сказал, Наташ, ты же этого очень хотела. Тебе сколько лет? Я говорю, мне. 16 лет. Он говорит, ну ты же взрослая. Я говорю, взрослая. Он говорит, ну взрослый человек должен отвечать за свои слова и поступки. Деньги на такси и вперед. И когда я приехала во ВГИК, навстречу мне, его величество случай, шел Герасим. Я расскажу сейчас вещь, которую мне не очень удобно рассказывать. Но это то, что меня просто опрокинуло, потрясло, и я не смогла вот за эти слова сказать спасибо Сергею Апрельнаричу, потому что его уже не было. Я же была вольнослушателем на первом курсе и должна была поступать на второй. Я экстерном школу кончала. Все это было очень скоропалительно. И сложно. И вот этот удивительный человек, и прошу заметить, что мне 16 лет, он пишет ректору ВГИКа, я прошу принять Наташу Белохвостикову сразу на второй курс из-за выдающихся способностей. Когда я это услышала 10 лет назад, никогда в жизни он ни одному своему ученику не то, что пытался его приподнять, он всегда говорил, «Ребята, вот каждая ваша роль, самая удачная на свете, которая обойдет весь мир, не залог того, что завтра вы получите хотя бы эхо той роли». Поэтому мы привыкли к другому. Мы знали, что благодаря ему мы живем на этом свете. Благодаря ему и той школе, которую мы получили, мы так долговечны, его ученики. Но я никогда не думала, что вот он так за нас сбился, и он так в нас верил. Мы знали, что мы герасимовцы, мы особый клан, потому что он нас выбрал. Но вот эта вера практически в детей, она меня совершенно опрокинула 10 лет назад. Расскажите, пожалуйста, как создавался фильм «У озера». Я слышал, что Сергей Герасимов, автор этого фильма и ваш учитель, писал роль Лены Барминой специально для вас. Как вы думаете, почему? И что вообще он увидел между вами и героиней этого фильма? Вы знаете, это легенда. Когда Сергей Аполлинович прочел сценарий «У озера на курсе», он назвал всех исполнителей которые будут сниматься, кроме меня. Он сказал, а на главную героиню я буду актрису пробовать. Ровно полгода у нас шли кинопробы. И за эти полгода я прошла все фазы развития. Я собиралась забирать документы, я собиралась оставаться, я болела тяжело, я плакала, я радовалась. Это была вся гамма эмоций. И вот спустя полгода, за два дня до экспедиции на Байкал, он сказал, что я тебя утверждаю, ты будешь сниматься. Пожелые полгода в моей жизни, но которыми очень многому научили, потому что тогда я на одной из репетиций встретила Василия Макаровича Шукшина. Я шла на репетицию с ним на подкашивающихся ногах, потому что он тогда был очень известен, очень уже именит. И я вошла, была зима, открыто окно, и Василий Макарович мучительно пытался прикурить, зажечь сигарету, и у него дрожали руки. Он волновался. И я уже с первой роли поняла, как надо. И вот эту планку, как надо, я пыталась держать всю свою жизнь, и пытаюсь это делать до сих пор, надеюсь, буду делать дальше. На этой картине снимался весь мой курс. Практически весь. И это была моя первая встреча на площадке с Колей Еременко, Вадимом Спиридоновым. Я хочу сказать, что это были удивительные актеры. Страшно жалко, что они ушли. Так рано. Их очень не хватает. Мы были совершенно, вот как бы сказали, наши дети повернутые на этой парафессии. Ничего не значило. Главное было играть. Вот если сейчас актеры, к сожалению, первое, что ты слышишь, это я говорю, зная, потому что муж и дочь режиссеры, сколько это стоит? Это почти все актеры задают этот вопрос. Когда начинали мы, нам было неважно, ни сколько нам заплатят, и заплатят ли. В каком отеле, это сейчас мы говорим, гостинице, а жили мы на озеро, в двухэтажном бараке с Василием Макаровичем, Шукшиным. У него была камера, его была на первом этаже, моя на втором, и внизу был туалет. И на нем, на стенах росли грибы. Вот. В каком отеле жить? Этой проблемы не было. Вопрос не стоял. Главное, чтобы было, что играть. Главное, чтобы была роль. Вот такими были и Коля, и Василий Макарович, который бился всю жизнь за Степана Разина, так его и не снял. Одержимые. Одержимые. За это бесконечно уважаю вот такую породу людей, потому что это для меня высший пилотаж. Вы познакомились с Владимиром Наумовым и знали, что он работает не один, он работает в Творческом Союзе с Александром Алловым. У меня такой хитренький вопрос. Как Вы познакомились с Владимиром Наумовым? А во-вторых, не ревновали ли Вы? Их Творческий Союз с Александром Алловым. Вы знаете, это не ревность, это восхищение, потому что я никогда в жизни не видела такой дружбы. У нас утро начиналось с телефонного звонка, вечер заканчивался телефонным разговором, несмотря на то, что весь день мы были на съемке вместе. Это была уникальная дружба. Но у нас была одна тайна. Одна. И Володя мне о ней рассказал, когда у нас родилась Наташенька. Он позвонил в 9 вечера Асан Санычу и сказал, Шурик, поздравь меня. Он говорит, с чем? У меня дочка родилась. Тот хмуро сказал, от кого? Я была такая суеверная, что этого не знал никто. Познакомилась я с Володей в самолете. Мы летели на фестиваль советского кино в Белград. Он с фильмом «Бег», а я с фильмом «У озера». Мне было 20 лет. Я понимала, кто такие Алов и Наумов. Я учила историю советского кино в Авгике, но я не знала, как он выглядит воочию. Поэтому, чтобы мы не потерялись, меня поехала провожать одна дама из советских кинематографистов. Вот в самолете мы познакомились. Он произвел на меня странное впечатление, потому что к нему все время подходили, предлагали закурить, ну, как часто. Тогда в самолетах курить было можно. Он брал сигарету, нюхал ее, ловил какой-то невероятный кайф, мял, она у него рассыпалась. И мы продолжали разговаривать. Ему опять предлагали, опять он ее не закуривал, опять он что-то с ней магическое производил. Я думаю, ну, причуды гения. Ну, бывает. Ничего, хорошо, что два часа лететь, не больше. Оказалось, что Наумов только что бросил курить. Курил он с 14 лет. Он только что бросил курить, и его тянул этот запах. И вот, прилетели. Там был Марк Семенович Донской, еще большая делегация. Они с Марком Семеновичем Донским надо мной подтрунивали, потому что всем по молодости очень нравились мои переливы цветовые. Стоило кому-то там подшутить, я уже становилась красной. Они брали еще с собой такой хохотунчик, запускали меня куда-то в толпу, и все оборачивались, хулиганили они, а краснела я. Вот. И поэтому, значит, это очень, я запомнила замечательные денечки в Белграде. Потом мы вернулись в Москву. Володя работал с Аловым, они писали новый сценарий, я снималась, играла Анну Снегину. Ну вот, а через год мы поженились. И когда Володя начал снимать свою первую картину со мной Алов и Наумов «Легенда о теле», на первую съемку я приехала, когда Наташи было три недели. Что же вас спросить? Вы знаете, ну, прежде чем спросить, я не могу не начать свой вопрос с комплиментами. Вы всегда были особенные, вы с лица не общего выражения, вы очень женственные, вы умны, красивые и так далее, но ведь Тиль это еще и такая картина, ну, скажем так, натуралистическая, что ли, там такой реализм, там кровь, пот, правда? Вот как тяжело вам было работать в таких условиях? Она тяжелая была, по многим статьям. Даже подготовительный период у нас был около года, потому что там латы делали где-то на Урале, костюмы шили еще где-то. Все было очень всерьез и готовились к ней очень долго. И для меня это была еще особенная роль, потому что Нелли, она олицетворение любви, да, сердца Фландрии. Это нереальный образ, да, но с другой стороны, если посмотреть на ее судьбу, на ее жизнь, а на ее долю приходится столько испытаний, столько боли, столько страданий, что, наверное, один человек выдержать все это не может. и я, естественно, в свои годы, к счастью, не могла всего этого испытать в реальной жизни. Поэтому это все было очень сложно, это было тяжело. Конечно, мне в помощь были режиссеры, конечно, книги. Я поняла, что крупный план, которого всегда так боятся, и который всегда так опасен, страшен, но который всегда дает тебе шанс стать актрисой или не стать. Вот ты должен пройти его школу, этого крупного плана, молчаливого. Вот Аллов, Наумов мне дали этот шанс. Вы снимались в военных фильмах. Да. Вы ведь послевоенный ребенок. Да. Откуда у вас такое ощущение военной обстановки, откуда у вас такие знания этой жизни? Как вам удалось сыграть так, чтобы все поверили в ваше присутствие там? В войну в Москве прожила моя мама. Жили мои родители во время войны. Мои бабушки, дедушки. У меня ощущение, что я это помню генетически. Во всяком случае, даже когда я была маленькой и звучала «Вставая страна огромная», я, как и они, не могла слушать эту песню. И я сейчас не могу ее слушать. Я начинаю плакать. И я помню Москву, когда по ней вот на таких каталочках деревянных, отталкиваясь руками, передвигались люди, которые потеряли ноги. Я это помню. Я благодарна тому времени, когда нас заставляли знать, откуда мы родом и что мы должны помнить. Мы должны помнить людей, благодаря которым мы живем, благодаря которым мы живы на этой земле. Можем улыбаться, смеяться, смеяться, учиться, рожать детей. И вот работая с Алловым и Наумовым, ведь Аллов тоже прошел войну. Он был очень тяжело ранен, контужен. И эхо войны его достало. Его не стало в 59 лет из-за этой чертовой войны, если бы ее не было. Поэтому для меня это было счастье, что в моей судьбе были эти роли, был берег. Каждая роль, она не только берет, она тебя погружает в иной мир. И тем самым твою жизнь делают космической. Потому что за одну жизнь просто человек не может прожить столько разных эпох, столько разных жизней, столько каких-то переливов души и сердца. А профессия актрисы это давала. И дает. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, что значила для вас роль Донны Анны в маленьких трагедиях Пушкина, режиссера Михаила Швейцера. Если можно, расскажите, как вы получили эту роль. И знали ли вы заранее, что вашим партнером будет по фильму Владимир Высоцкий? Это моя была первая встреча со Швейцером, Михаилом Абрамовичем, и с его женой, Софьей Абрамовна Емелькиной, и вторым режиссером, его соавтором. Однажды у нас дома раздался звонок. Позвонил Михаил Абрамович. Сказал, что он начинает снимать маленькие трагедии и приглашает меня на роль Дона Анны. Я спросила, когда пробы? Он сказал, Наташа, но пробы мне, собственно, не нужны, потому что вот я приглашаю вас сниматься. Для меня это был шок, потому что тогда пробы это было обязательно. И я как-то растерялась, сказала, да, спасибо, все. И на какое-то время все затихло. И спустя какие-то недели раздался звонок, меня пригласили на пробы с другим актером, мне с Володей Высоцким. Я приехала. Сняли пробы. И только тогда я узнала, что Высоцкого не утверждают. Он бьется за него, как лев, а его, как всегда, не утверждают. И тем не менее, прошло много месяцев, и Швейцер не начинал снимать картину, пока не утвердил Владимира Высоцкого, не пробил, не добился, не уговорил. И Володю я уже встретила на съемочной площадке в образе Дон Гуан. Я читала Пушкина все время. Я спала с книжкой. И Дон Гуан там говорит. Пушкин написал, Александр Сергеевич, и черные волосы на мрамор бледный. У всех было ощущение, что вот мы снимаем и снимаем. И этой сцены как бы и наступает час, день Х, когда мы должны снять эту сакраментальную, должны снять с этими белокурое. По портрету Леонардо создан грим и прическа Леонардо да Винчи. Черные волосы. Вот. И такая тишина у нас. Час бродят все. Два бродят. Пушкина переписывать, ну, грех. Ну, как? Снять актрису, другую. Выкинуть нереально на эту сцену. Перекрасить меня. А швейцар, у него своя позиция. Когда его спрашивали, Михаил Абрамович, почему у вас Дон Анна, испанка, белыми волосами? Он говорит, я снимаю картину в России. В России ангел должен быть с белыми волосами. А снимать надо. И это было потрясающе. Ходит Высоцкий, ходит, 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 ходит. Вот как вот тень отца Гамлета. По павильону потом подходит и говорит. И чудные волосы, намрабор, бледный. Все сказали, мотор. Я не знаю, простил ли нас Пушкин. Но вот так мы сняли. Никому не говорила. Не знаю, заметил ли кто-нибудь это. Прошло так много лет уже нет никого, ни Михаила Абрамовича, ни Володи. Вот я вам призналась. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь сейчас? Сейчас я вам скажу. Сейчас я снялась у своей дочери в картине «В России идет снег», сыграла бетломанку женщина, которая из-за любви к Битлз выучила английский язык. Действие происходит в маленьком среднерусском городке. Не очень счастливая, которая и выпить любит, а потом и спеть что-нибудь. После выпитых множество рюмочек. очень неожиданную для себя я сыграла роль очень ее любви. Я думала, что она моя дочь. Оказалось, что не очень, потому что когда наступил первый съемочный день... Нет, по характеру я имею в виду. Она была такая нежная, ласковая, она и осталась такой. Но когда я снялась у нее в ее первой картины «Год лошади созвездия скорпиона», я поняла, что это папин стержень, это папина знание, что пока я не сниму так, как я хочу, я не остановлюсь, но уже с женским нежным лицом. Все-таки главное, что в моей жизни было, есть и будет, это моя семья и Володя. Он совершенно потрясающий художник. И вот здесь портрет единственный, который он рисовал после съемок фильма «Десять лет без права переписки». Вот такой была моя Нинка. И я дрожу над ним, потому что был еще один портрет. Я один раз позволила вынести из дома на премьеру «Десять лет без права переписки» в Дом кино. Он был больше размером. За те два часа, что шла премьера, его кто-то украл. И я не сказать, что я плакала. Это было не то. Я просто, мне казалось, что частичку меня унесли. Володя это видел. И спустя месяц появился этот портрет, который я сегодня первый раз с дрожащими руками позволила вынести из дома. Еще я благодарна одному человеку на этом свете. Конечно, своей дочке, без которой я не знаю, что бы было, со мной, потому что она моя лучшая подруга, мой лучший друг. и моя, наверное, основная поддержка в этой жизни и советчик, и помощник, а теперь и режиссер, который знает маму лучше, чем другие и дает ей шанс сыграть то, что как-то прошло мимо. И еще я хочу сказать спасибо одному человеку. Он очень маленький, но однажды он меня выбрал. Своему сыну Кирюшке. И я думаю, что будет правильно, если сейчас Кирюшка прочтет мое любимое стихотворение, которое с детства любил мой папа. Он научил меня, а твой папа научил тебя. Прочтешь? Давай. Будем вместе с тобой, как артистинский. Кирюшка. Парус одинокий Громче. В тумане море глубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю одном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлее лазуи, над ним солнце золотой, а он мятежный просит бурь, как будто в бурях есть покой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты мой золотой. Спасибо тебе, мой сладкий. Я тебя очень люблю, ты же это знаешь. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok